Друзья, всем привет! На связи Денис и добро пожаловать в новый эпизод подкаста Travel MBA, где мы общаемся с предпринимателями про создание и развитие бизнеса без привязки к географии. И сегодня у нас эпизод подкаста с гостем нашего гостя зовут Алекс. Алекс, привет! Привет, Денис, рад тебя слышать вновь. Самое интересное то, что мы с тобой записывали уже ранее подкаст, ты был одним из первых гостей подкаста Travel MBA, но это было более пяти лет назад. И пять лет это довольно такой большой период во времени, за который произошло много изменений. Но то, что не изменилось, это пять лет назад ты был на Бали, и сейчас ты на Бали, и этот эпизод подкаста мы тоже записываем, находясь на этом острове. Я думаю то, что за пять лет твоя жизнь довольно существенно изменилась. То, чем ты занимался ранее, и тем, кем ты был пять лет назад, и тот, кто ты сейчас, это, наверное, два разных человека с разными взглядами на жизнь, с разными подходами к жизни. И самое главное, с другим видением и направлением, особенно в контексте того, чем ты сейчас занимаешься. Как жить на Бали, как вести бизнес на Бали, это будет основная тема сегодняшнего разговора, которая, я уверен, интересна многим. На самом деле, когда мы с тобой записывали первый подкаст, может ты даже вспомнишь, я просил не освещать то, что я начал заниматься виллами. Потому что это был, в принципе, первый год, как я перешел с направления онлайн-бизнеса, веб-студии и консалтинга. Это был мой основной бизнес ранее. Я тогда только начинал заниматься виллами. По сути, я не хотел это сильно освещать, потому что не было еще компании, не было еще нужных лицензий для того, чтобы это делать максимально легально. Поэтому не хотелось это освещать. Но сегодня, в принципе, я могу рассказать, что изменилось. Изменилось, как ты прав, очень-очень многое. То есть, друзья, я перешел из направления веб-студии и консалтинга на развитие строительной и менеджмент компании. Все начиналось, конечно, с того, что мы, я расскажу саму предысторию краткую, да. Мы с друзьями скинулись по пять с половиной или шесть тысяч долларов и взяли виллу в аренду на год. Дальше я с этой виллы сделал реновацию. То есть, мы ее отремонтировали, починили стены, крыши, облагородили ее. Плюс добавили декорацию, разные лампочки, диванчики, стульчики там и так далее. И сделали классную фотосессию. И выставили эти фотографии в airbnb.booking.com и начали издавать посуточно. И, соответственно, через год очень хороший получился доход для каждого из партнеров. Ребята остались довольны. Они, конечно же, рассказали об этом своим знакомым друзьям. И их знакомые друзья ко мне пришли просто по сарафанному радио. Сказали, слушай, Алекс, давай мы тебе дадим денег и ты делаешь то же самое на второй вилле. Я сказал, окей. Точно так же нашел вторую виллу, запустил ее. Она начала приносить деньги. Эти люди начали делиться этой информацией своим знакомым, друзьями. Таким образом, появилось пятое, десятое. На сегодня 35 вилл. 35 вилл в управлении. И полтора года назад мы приняли решение развивать строительство. То есть строить виллы. Почему? Потому что, представь, не было никакой рекламы. Было сарафанное радио. Но было настолько много людей, которые готовы были проинвестировать. И я готов был масштабироваться. Но не было вилл. То есть очень сложно найти классную виллу, которая соответствует параметрам цена, правильный район и, соответственно, планировка. Их было очень мало. Поэтому мне приходилось даже нанимать в команду таких сотрудников, как вилла-хантер, которые специально изучали районы, рынки, кто снимает виллу, когда заканчивается аренда, кто достраивает виллу. То есть процесс был очень сложный. Список инвесторов было около десяти человек. Это без шуток. Люди, которые давали депозит. И мне приходилось вместе с сотрудниками искать виллы и находить. И это было очень сложно. Я задал вопрос, как сделать из, скажем, на то время 20 вилл, как их сделать 200. Я смотрел, помню, ролики Димы Портнягина. Он снимал про парня, который был в Дубае. У него было в свое время там что-то 10 квартир, потом стало там 200 квартир. Я думаю, блин, здорово. Но он это сделал там буквально за полгода. Я думаю, как я это могу сделать так же быстро? И понял, что на Бали это гораздо сложнее. Потому что, если это квартиры, то ты, например, в одном доме новостроя взял несколько квартир, увидел, что они хорошо сдаются. И там берешь еще несколько этажей по много-много квартир. Ну, плюс-минус. Здесь же, например, каждый дом – это как отдельный бизнес. Ты никогда не знаешь точную прибыльность отдельной виллы, если они даже рядышком находятся. Потому что каждая вилла – это отдельная архитектура, отдельный дизайн, отдельная атмосфера внутри и, соответственно, отдельный маркетинг. Плюс дома могут протекать, ломаться и так далее. Такой проблемы с квартирами нет. Ну, в общем-то, я к чему хотел сказать, что после полтора года назад я понял, что, ну, если есть список инвесторов, не хватает вилл, что нужно делать? Нужно начинать строить. Окей. Мы про строительство и про инвестиции в строительство еще сегодня поговорим. Но я так понимаю, что именно бизнес, который связан с менеджментом виллу, со строительством – это твое сейчас основное направление, на котором ты делаешь стопроцентный фокус. На самом деле это моя, в принципе, мечта, которая начинает сбываться. То есть в свое время, тоже хочу добавить, вот благодарен Олесе Тимофееву, мой хороший друг и в прошлом партнер. Он когда-то порекомендовал и помог мне попасть на один из тренингов Николая Латанского. И там у нас была визуализация будущего, которое великолепного будущего через 10 лет. И вот я тогда представил, что я построю коттеджный городок, там будет спортивный комплекс, красивые архитектурные виллы, лес, на велосипедах люди катаются, озеро, где-то там и даже осконные качки какие-то будут. Но, представь, я с простой семьи занимаюсь маркетингом и строительный бизнес. Это что-то было из рода, вон, происходящего. То есть это была фантастика. И сегодня я понимаю, что я уже приближаюсь к вот этой своей цели, к своей мечте, то есть начинаю создавать, строить коттеджные городки и в будущем, возможно, города. То есть если сделать такое небольшое отступление, вот тот пример, который ты только что привел, это история с визуализацией. Когда 10 лет назад ты представил свое будущее и я думаю, что тогда у тебя была такая картинка, но не было никакого понимания того, как к этой картинке прийти. Но суть в том, что ты можешь представить себе свое будущее, и вот если у тебя есть эта картинка, то так или иначе делая что-то и двигаясь по направлению к этой картинке, даже на внутренних ощущениях понимая, что ты делаешь что-то правильное, хотя не факт, что это всегда будет легко и не факт, что это всегда будет получаться, но все равно ты так или иначе будешь приближаться к тому, что ты себе представлял. У меня есть такой вопрос, учитывая, что ты на Бали живешь более пяти лет и в целом ты как экспат. То есть и Бали это остров, где очень большое количество экспатов, причем абсолютно из разных стран, из Франции, из Европы, из Канады, из Австралии. Сюда многие приезжают, многие запускают здесь локальные бизнесы. Естественно, бизнес, который связан с виллами, он наверное самый такой распространенный, он самый понятный, потому что на него есть большой спрос и Бали один из топовых туристических регионов в мире. Ты когда пришел к теме вилл, понятно то, что это было как-то взаимосвязано с твоей мечтой, но если в целом рассказать об экспатах, которые здесь живут, кто еще чем занимается, какими направлениями? То есть кроме бизнеса, который связан с недвижимостью? Нужно понять, что Бали это туристический остров, поэтому конечно же, как ты правильно подметил, гостиничный бизнес он здесь в топе. Дальше это ресторанный бизнес, логично, то есть здесь много-много ресторанов, которые пользуются популярностью. Третье, это фотографы. Почему? Потому что много есть красивых мест, океан, джунгли, природы, можно делать потрясающие фотографии. Но если присмотреться, вот самое главное, да, ты говоришь, каким бизнесом здесь можно заниматься? Если присмотреться чем угодно, вот проверь мне чем угодно, объясню, с чем это связано. Индонезия сама как страна, это быстро развивающийся регион, где на сегодня еще очень низкий сервис. Но если ты посмотришь, кто ездит на Бали, ты увидишь, что ты правильно подметил, это австралийцы, это китайцы, это европейцы, Сингапур, Корея, это люди, у которых есть деньги. А сервис, он на низком уровне. То есть, по сути, ты сейчас можешь без конкуренции стать номером один. У меня есть друзья, которые успешно занимаются, например, сумками из питона. Они делают очень красивые изделия из питона. Следующее, в Индонезии, например, одно из лучших, ну тут очень хорошее дерево. То есть, ребята экспортируют мебель, экспортируют дерево. Здесь есть залежи даже нефти, газа и так далее. Тут Индонезия хочет внедрять онлайн. Поэтому тут сейчас даже много там компаний, которые, они даже криптовалюту, в принципе, хотят внедрить в некоторые сферы, даже в сферу недвижимости. Поэтому здесь любая сфера может очень-очень хорошо развиваться. Любая сфера. По поводу онлайна, согласен. Сервис, который был запущен года четыре назад, Goldjack, изначально это как аналог Uber, который там позволял тебе просто доехать из точки А в точку Б. Сегодня Goldjack это настолько привычное вообще приложение, через которое ты можешь заказывать еду, не только там массаж, доставку, массаж, там тебе нужно какие-то вещи доставить и там расплачиваться. То есть, и кстати, Джакарта это один из, это номер один город в юго-восточном регионе по количеству вообще IT-компаний и IT-стартапов, которые развиваются. Да, государство приветствует IT. Здесь очень много айтишников, при том таких интересных, топовых. У меня есть хорошие друзья, которые работают в Google на топовых должностях. Кстати, учитывая, что мы записываем этот эпизод подкаста в период, когда на Бали еще такой этап карантина и когда остров закрыт, когда многие отсюда улетели, но кто-то здесь остался. И мне кажется, что Бали это одно из таких лучших мест, где можно было остаться для того, чтобы пережить весь этот мировой карантин. Ты когда говоришь про бизнес и когда ты изначально начинал свою компанию, ну в смысле, когда ты начинал свой бизнес, у тебя это все было, как ты говоришь, не совсем легально, то расскажи, как вообще проходит процесс регистрации бизнеса именно с юридических аспектов. То есть, как проходит процесс регистрации компании, как долго это занимает, какая стоимость, какой у тебя должен быть уставной капитал, какое количество сотрудников. Смотри, я думаю, что слишком в подробности не буду удаваться, потому что это наш подкаст затянется, но вкратце. То есть, есть два типа компаний на Бали. Первая называется PT Local. Это когда, по сути, ты являешься инвестором, а директор и комиссар, как владельцы компании, являются местные индонезийцы. У меня такой тип компании есть. Он тоже должен быть, потому что именно с таким типом компании легче получить потом какие-то определенные лицензии на твой бизнес. Но здесь есть как бы определенный риск, потому что если твоя компания будет становиться мультимиллионной, то ты все равно не являешься владельцем компании. То есть, конечно же, у меня в договорах все прописано так, что вот эти директоры и комиссары не могут принимать никакие решения. Плюс я даже в договор добавил такой момент, что чтобы принять какое-то решение, то нужно подтверждение от меня, видеосообщение. И плюс я даже указал такие моменты, что если я умру, то мое наследство перейдет моим родным. Таких даже мыслей не было. И второй тип компании есть. Он называется PMA. То есть, когда ты, лично ты, как иностранец, можешь быть владельцем компании, соответственно, весь капитал будет оформлен именно на тебя, а не на индонезийца. Такая компания стоит дороже. Она стоит в раза 3-4 дороже. У тебя должен быть определенный уставной капитал в компании. В каком размере? Там где-то 10 тысяч долларов, 5 тысяч? 200 тысяч долларов плюс. Но эти моменты можно обходить. Эта цифра всегда здесь плавает, потому что закон часто меняется. Он стабильный. То есть, я не слышал никогда каких-то махинаций или рисков для инвесторов. Но, тем не менее, тут все время что-то меняется. На сегодня вот такие цифры. Кто-то, может, прослушает и увидит потом в других источниках другую цифру. Но открыть компанию стоит, скажем так, от 3 до 7 тысяч долларов. Конечно же, как в любой компании, у тебя должно быть помещение в виде офиса. Но если вы открываете ресторан, то он же и может быть офисом. Ну и плюс несколько сотрудников. Окей. А если говорить о налоговом аспекте, какой вообще процент налогообложения на те компании, о которых ты упомянул? И какой там процент налогов с прибыли или с оборота ты выплачиваешь? Они небольшие. То есть, полтора процента. Плюс я плачу за сотрудников, за их, как называется, пенсионный фонд. Плюс там есть еще по менеджменту около десяти процентов я должен платить. И я так понимаю, что если ты делаешь бизнес в Индонезии, то наличие компании – это просто мастхэп. Потому что, если ты делаешь бизнес без компании, то ты подвергаешь себя многим рискам. Да, но можно еще открыть компанию, ну не открыть компанию, а делать бизнес, имея КИТОС. КИТОС – это рабочая виза. То есть, это значит, ты можешь принимать деньги и, в принципе, работать. КИТОС – это, по сути, ты сотрудник в какой-то компании. То есть, есть ребята, которые начинают с того, что не делают компанию, а именно получают КИТОС в одной из компаний, которая занимается похожим делом, и начинают развиваться. То есть, по сути, эта компания является твоим спонсором? КИТОС – да, она является твоим спонсором. КИТОС – окей. КИТОС – по налогам я тебе скажу так, да, то есть, иногда даже налоговики приходят к нам и говорят, что, ну, ко мне лично не приходили, но к моим хорошим знакомым и говорили, слушай, слишком много платишь, заплати меньше. КИТОС – да? КИТОС – да. КИТОС – да. КИТОС – и объективно Индонезия – это довольно такая коррумпированная страна. КИТОС – многие аспекты здесь решаются за счет каких-то там договоренностей, личных договоренностей. КИТОС – да, это сто процентов еще коррумпированная страна, но она быстро развивающаяся. КИТОС – она хочет, кстати, все перевести в онлайн и стать более такой вот, скажем так, менее коррумпированной. Но, знаешь, здесь коррупция очень сильно отличается от той же России и Украины. То есть я вспоминаю, когда меня там тормозили менты в Киеве, да, то есть всегда было, знаешь, негативное ощущение, я понимал, что они хотят сменять денег, и они будут там что-то мне рассказывать очень страшное, да. Здесь же на Бали – это солнечная страна. То есть тут менты тебя остановят, они попросят взятку, но ты, в принципе, можешь сказать, слушай, я очень спешу, и там я в следующий раз тебе обязательно заплачу, и они скажут, ну, ладно, езжай. То есть люди намного более сами по себе добрые, поэтому, но нужно понимать, что ты здесь, это не твой дом, ты все равно здесь гость. То есть главное всегда быть спокойным, улыбаться, общаться позитивно, и тогда точно ты найдешь общий язык. Возвращаясь вот к твоему бизнесу, название твоей компании – Alex Villas. То есть ты назвал свою компанию в честь себя. Почему так? Почему не какой-нибудь там Bally Property Development Incorporated? Ну, слушай, есть несколько подходов. Я считаю, что нужно сегодня развивать личный бренд. То есть за этой компанией стою я, и я работаю над своей репутацией. То есть для меня, у меня в компании есть миссия, есть видение, есть ценности. То есть одна из них – это быть честным и работать открыто. И я это транслирую в своем Инстаграме, транслирую это в Фейсбуке, вот в интервью с людьми, которые со мной общаются. И этим, по сути, я создаю репутацию и компании. То есть люди знают, что за этой компанией стою я, и мне можно доверять. Поэтому вот сегодня, мне кажется, важно развивать личностный бренд, именно как вот с этой точки зрения я создавал компанию. И учитывая, что ты занимаешься одним из самых популярных бизнес-направлений, которые есть на Бали, это бизнес, связанный с недвижимостью, насколько он в целом здесь конкурентный? И как ты вообще чувствуешь конкурентность? Слушай, он очень конкурентный, конечно же, конечно же. Но я сюда пришел именно из-за этого. То есть я когда думал, чем заниматься, мне, конечно, хотелось заниматься недвижкой, но я увидел, что этим уже все занимаются, кому не лень. Но я посмотрел, как они это делают. Я как маркетолог увидел, что в принципе я могу сделать точно на 1% лучше. А этого достаточно, чтобы выделяться в рынке. То есть очень важно выделяться, быть немножко другим, быть чуть-чуть лучше. Соответственно, так и получилось. Мы сделали немного лучше сервис, лучше фотографии, мы на этом не экономили. То есть многие ребята заказывали фотографии в самом же Airbnb, оно предоставляет фотографа. Я же заказывал у топовых фотографов. Мы платили, конечно, в три раза дороже, но фотография решает ключевое значение при выборе виллы. Наверное, каждый из гостей, кто слушает, когда ездил куда-то отдыхать, используя там booking.com, первым делом ты смотришь на вилл, как она фотографию, как она выглядит, потом ты читаешь отзывы. Поэтому я, поняв вот этот момент, что нам нужно сконцентрироваться как на фотографии, чтобы она и соответствовала реальности, так и на отзывах. А отзывы лучше всего показывают твое качество работы. У нас, кстати, в компании есть собрание, когда приходят уборщики, те, кто убирает, ну, хаус-киперы следят за домом, за бассейном, и мы читаем, вот что пишут о них гости. Если есть ряд хороших отзывов, они получают бонусы. Если негативные отзывы, ну, дальше идет другая система. Да. Поэтому я что хотел сказать, что, конечно, конкуренция есть, она же и мотивирует делать что-то лучше. Ну, сервис тут еще нет на таком уровне, как в Америке, скажем так. То есть есть куда еще расти. То есть в целом, из того, что ты сказал, у тебя два направления. Первое направление – это управление недвижимостью. Второе направление – это инвестиции и строительство. И если говорить про управление недвижимостью, это, по сути, сервисная компания. То есть вы предоставляете сервис для гостей, там, сервис по обслуживанию вилл, по аренде вилл, по управлению виллами. Да, смотри, есть разные компании. Есть те компании, которым дают виллу, и они уже дальше управляют все. Я же сделал немножко по-другому. То есть мы сами ищем виллу. Как ты помнишь, мы с друзьями стартовали. Я нашел виллу, мы взяли ее, потом вторую виллу. Поэтому я также и продолжил. То есть в принципе люди мне просто переводили деньги раньше. И мы сами делали весь процесс. Поиск виллы, ремонт, декорация, фотография, маркетинг, сдача. И мы просто отправляли людям их прибыль, которая составляла от 20 до 30% годовых в долларах. Учитывая, что у тебя более 30 вилл в управлении, и для этого нужны люди. И я так понимаю, что основная твоя команда и сотрудники это все местные люди, индонезийцы, балийцы. Поделись опытом взаимодействия, как тебе работать, как нанимать этих людей. Какие ты видишь плюсы в работе с ними, минусы. Потому что они определенно есть. Окей. Сейчас расскажу про сотрудников и про опыт с ними работы. Ну вообще начиналось все с того, что я был один в компании, потом появился партнер. Дальше мы взяли менеджера по встрече гостей. Потом появился бухгалтер, второй бухгалтер, юрист. И менеджер, и менеджер, и менеджер. То есть все оно вот так постепенно с нуля разрасталось. На сегодня в офисе работают 10 человек, в общей команде нас больше 75. Культура очень отличается от нашей. Очень отличается. У меня был один случай. Мы достраивали виллу, две комнаты достраивали. И нам не понравилось, как положили там плитку. Мы начали очень жестко с ними общаться. Знаешь, что они сделали? Они обиделись. И они отдали нам деньги, и просто развернулись и ушли. Вот и все. Они могут обижаться. Поэтому я для себя понял, что с индонезийцами, с ними нужно работать. Ну и с азиатами, мне кажется, в целом. Ты должен много раз повторять. Ты должен убирать эмоции. То есть максимально быть лояльным. Надо понимать то, что у нас разные культуры. Мы по-другому были воспитаны. Мы одни и те же слова по-другому можем понимать. Поэтому свою идею я иногда доношу много-много раз, под разными углами. И всегда прошу от сотрудников, что если вы что-то не понимаете, то лучше скажите, что я это не понимаю, я и не знаю. Потому что здесь у индонезийцев, они могут что-то не знать, но говорить тебе «да», уверенно. То есть я думаю, даже ты на дороге мог спросить, ребят, подскажите, как в центр добраться. Один тебе скажет «едь направо», второй тебе скажет «едь налево». Уверенно. То есть у них это есть. Но в то же время они очень, знаешь, покладистые, как люди. То есть они точно различают роли. То есть я четко понимаю, что они знают, кто начальник, кто сотрудник. И это же, мне кажется, и у индонезийских женщин тоже хорошо выявлено. То есть у нас между мужчинами, даже между женщинами, всегда есть конкуренция. То есть когда я работал раньше, создавая компанию онлайн, другие компании, то всегда мои сотрудники старались быть партнерами, старались как-то где-то подвинуть меня. Здесь же они понимают свои роли. То есть они знают, что они на этой позиции. У них даже в языке есть обращение как босс. То есть, например, уважительное обращение к старшей женщине называется «мать». А к мужчине – «отец». То есть «пак Алекс» – это значит «отец Алекс». То есть вот эти роли, они четко в культуре различают. И это большой плюс, я считаю. То есть такая очень большая субординация получается. Есть субординация, да. То есть каждый понимает то, чем занимается. Но с другой стороны нужно часто повторять, нужно доносить одну и ту же идею, нужно объяснять наши ценности, видения, что мы делаем, как мы делаем. То есть не один раз. И нужно делать это очень спокойно и без эмоций. Потому что если ты где-то их обидишь, оскорбишь, перегнешь палку, они просто развернутся и уйдут. Но учитывая, что у тебя работают индоназийцы, и при этом Бали – это остров, на котором большое количество экспатов, то есть в целом у тебя был выбор и есть выбор нанимать не только индоназийцами. Ты мог нанимать и русских ребят, мог нанимать и иностранцев из других стран. Не совсем так. Тут очень грамотно продумана политика. То есть можно было бы, конечно, и строителей своих сюда пригнать, и всех своих ребят нанять. Но строить могут только местные. То есть работать, как мы говорили, могут только те, у кого есть рабочая виза. Рабочая виза, извини меня, стоит около трех тысяч долларов в год. То есть это дополнительные затраты на это. Плюс те, кто живут здесь, иностранцы, они хотят гораздо выше зарплаты. Потому что местные живут не в туристических районах. Они платят гораздо меньше за жилье. Кто-то живет там с родителями или у них есть свой дом. Они питаются в своих кафешках, которые в разы дешевле. Поэтому если ты берешь иностранца, то ты должен понимать, что это будет тебе стоить минимум в три раза дороже. Этот момент понятен? Я не хочу сказать, что не нужно брать. Да, нужно брать, но это не будет вся команда. Это будет несколько ключевых каких-то топовых сотрудников, которые будут помогать налаживать сервис. То есть они нужны. Но это не будет вся команда. То есть тут грамотно, с точки зрения государства, все продумано. Но у нас слишком какой-то пенка. Пенка, да. Я не могу понять, почему. Скажи, пожалуйста, какие риски есть у бизнеса, который связан с недвижимостью? Ну, самый понятный и очевидный риск – это то, что основной источник дохода ты получаешь от туристов. То есть чем большее количество туристов на острове, тем большее количество вилл сдается, тем большее загруженность. Причем на Бали сезон практически 10 месяцев в году. Ну, то есть практически круглый год. То есть там летом сюда прилетают австралийцы, зимой сюда прилетают другие туристы из холодных стран. Но сейчас ситуация такая, что на Бали практически никто не летит по объективным причинам. И логично, что бизнес, который ориентирован на туристов при отсутствии туристов, он проседает. То есть это вот те риски, которые, с одной стороны, можно предусмотреть, которые нельзя предусмотреть, какие-то объективные факторы. Конечно, моя менеджмент-компания, которая создавалась все это время, она сейчас несет убытки. То есть мы сейчас очень сильно работаем над тем, чтобы остаться на рынке и дальше развиваться. Потому что ты прав, туристов нет, закрытый аэропорт, поэтому мы сдаем виллы ниже себестоимости. Это большая проблема сейчас. Страдают от этого все. Но надо понимать, что такие кризисы, они происходят регулярно. И даже в тех городах, где люди проживают все время, там тоже не все так сладко. Там тоже есть большие убытки. Второй форс-мажор, который может быть, это разные цунами, вулканы, землетрясения, революции. Мне кажется, на Бали цунами не было. Были вулканы и землетрясения. Это два таких момента. Да, но тоже, даже когда здесь был вулкан, года четыре назад ничего такого здесь не произошло. Опасности как таковой вообще не было. Хотя там медиа это так распиарила, что будто бы здесь все спасаются. Я об этом даже не знал. Я через неделю только спросил сотрудников, когда мне позвонила мама и говорит, как у вас дела, там вулкан извергается. Думаю, да, какой вулкан? Спросил сотрудников, они тоже не знали. Вот так это все было. Поэтому, конечно, надо понимать, что Бали это туристический остров. Он рассчитан на туристов. Но знаешь, Денис, с другой стороны, смотри, сто лет назад было нас меньше миллиарда людей в мире. Сегодня восемь миллиардов. Несмотря на коронавирус, поверь, нас будет все больше и больше. Земля будет дорожать. Бали становится все более и более популярным. Почему? Потому что Бали, с одной стороны, это культурный центр. Здесь очень много храмов. Очень красивая религия. Это хинду, индуизм. Это смесь индуизма с буддистскими, скажем там, верованиями. Люди очень добрые. Много красивых храмов. Это центр Убуд, так называемый. Там много собрано людей, которые занимаются йогой, веганством, художников, артистов разных. Плюс там есть виды на джунгли, на озера, на вулкан. То есть потрясающий архитектурный вилл. Это Убуд. И вторая часть, которая близка мне, это мегасерфинга. То есть тут океан. Теплый океан индийский. Здесь очень много мест, где можно научиться серфить. Серфинг для продвинутых. И, соответственно, вокруг этого формируются очень интересные кафешки, бары, рестораны. Сюда приезжают интереснейшие люди, которые создают невероятные объекты, в которые хочется быть. Виды на рисовые поля. То есть вот это две причины, которые сильно притягивают туристов. И она и будет притягивать. Потому что здесь вот район, в котором мы сейчас строимся, в Чангу, он был вообще раньше, здесь были просто поля. Причем это было лет 10 назад. Ну, ориентировочно, да. Но я тебе скажу так. В прошлом году тут есть одна улица, на которой, я знаю точно, за прошлый год появилось 50 кафешек. За один год 50 кафешек. Только представь. Поэтому сейчас строятся магистрали. То есть остров будет развиваться. Туризм никуда не уйдет. Поверь, закончится коронавирус. Закончится кризис. И дальше будет снова так же и лучше. Вот это очень такой интересный момент, потому что я хочу сказать фразу, которая довольно популярна. Это что каждая, каждые риски, да, или там каждая какая-то ситуация неблагоприятная, она несет определенные возможности, если посмотреть на это с другой стороны. И учитывая, что сейчас туризм закрыт, и остров не может получать тот доход, который был раньше от туризма, там количество вилл, они просто простаивают, потому что, естественно, нет туристического потока. Но с другой стороны, это отличная возможность для того, чтобы как раз в этот момент инвестировать в виллы, чтобы купить землю, чтобы сделать, инвестировать в строительство. И учитывая, что ты этим занимаешься, поделись своим видением того, как вообще Бали будет развиваться в следующие три года, и почему сейчас это, на мой взгляд, одна из таких благоприятных, благоприятный такой период времени для этого. Окей. Ну, мы с тобой же обсудили то, что менеджмент сейчас в опасности, да. Поэтому, конечно, я не принимаю инвестиции, не рекомендую брать виллу сейчас на год и сдавать ее по суточному. Что, ну, аэропорт закрыт, кому ее сдавать? Мы точно не заработаем. Хотя, есть альтернативный вариант. Можно по очень низкой цене снять эту виллу на три года, сдать ее по себестоимости, второй-третий год зарабатывать. То есть, такой вариант тоже может быть, но это риск определенный тоже. Потому что мы не знаем, когда закончится вся эта ситуация. Мы не знаем, когда появится вакцина, как она будет распространяться, сколько для этого времени нужно. Месяц, полгода, год, два. Мы это не знаем, да. Но, что касается стройки, по моему мнению, это сейчас лучшее время, потому что, а, цена на землю упала, б, производство, которое делают, там, металлоконструкции, стекло, плитку, там, еще что-то, сантехнику, они сейчас продают все по себестоимости. Потому что их цель тоже выжить. Они хотят удержать то, что они создали. Поэтому цена на это все упала. Цена на землю стала дешевле. Цена на крутых специалистов, которые раньше всегда были заняты. Там есть бригады, которые строят и строят, они делают качественно, нон-стопом. У них заказов на несколько лет вперед было. Сейчас, когда все остановилось, а у многих остановилось, они остались на улице, и с ними можно работать. Поэтому вот в плане инвестиций на строительство вилл, которое строится год, то есть мы получаем пару месяцев лицензии, потом там 7-8 месяцев строим, два месяца получаем, ну, обустраиваем мебелью. То есть для того, чтобы это все построить, нужен год. Я верю в то, что за год ситуация разрулится, начнется туризм, и все будет сдаваться очень круто, потому что вилла будет новая. Все, кто приезжает на Бали, все хотят свежие новые виллы. Это понятно. Если мы говорим про инвестиции, естественно, инвестиции – это бизнес, он соприкасается с цифрами. Поделись такой информацией, возможно, какая-то инсайдерская информация по цифрам. То есть объективно, сколько стоит снять виллу на год или на три года, это как первая модель. Кто хочет жить, я правильно понимаю? Или мы сейчас по бизнесу говорим? Нет, мы говорим про бизнес, мы именно рассматриваем это как такую возможность для того, чтобы заработать в будущем. То есть, по сути, у тебя есть две опции. Первая опция – это арендовать не свою виллу на длительный срок и потом ее пересдавать и на этом зарабатывать. То есть какие здесь цифры? И второе – это когда ты строишь виллу под себя с землей и ты ее делаешь полностью с нуля. Тоже какой здесь порог входа и какие здесь цифры у тебя? Да, смотри. Значит, по-первых, когда мы берем виллу на долгосрок, давай конкретно обозначим, например, на три года. Я тебе приведу пример. Виллу, которую я снял. Она стоила раньше 21 тысяча долларов в год. Сейчас я ее снял за 13 тысяч. То есть практически в два раза. Практически в два раза. А сейчас, я ее снял-то несколько месяцев назад, я думаю, сейчас ее в два раза можно дешевле снять. То есть, по сути, мы могли бы снять виллу, например, от 15 до 20 тысяч долларов. Ну, давай 20 возьмем, потому что у меня вилла поменьше, для бизнеса лучше побольше виллы. То есть где-то 60 тысяч долларов, скажем, 50-60 тысяч долларов, это мы арендуем виллу на три года. И, соответственно, мы можем получать прибыль только со второго и с третьего. То есть первое мы можем пересдать по себестоимости, либо человек может сам пожить там, ну, либо помесячно сдавать ее так, чтобы она вышла хотя бы в ноль. А дальше можно получить сверхприбыль. Вторая опция – это инвестиция в строительство вилл. У нас есть интересные современные проекты в формате хай-тек. Белое стекло, камень, стильная мебель на улице Болиска, красивая природа. Там есть двух-, трех-, четырехкомнатные виллы. Значит, двух стоит 250, 330 и 430 тысяч долларов. Окей. И что входит в эту стоимость? Соответственно, секунду. Но для тех, у кого нету всей суммы, также принимаются форматы входа на 20% от, например, двухкомнатной виллы. То есть это будет 50 тысяч долларов. Что он получает? В том формате, который есть на сегодня, мы уже получили инвестиции на 7 вилл. У нас планируется 9-10 вилл. То есть мы взяли 18 соток. Ну, по факту забронировали 22 сотки. То есть есть еще 5 месяцев, чтобы принять, скажем так, инвестиции. Может быть, больше вилл. Земля на 29 лет. 29,5 лет. Соответственно, по плану мы ее за год строим. Дальше мы ее начинаем сдавать. И за следующие 5, максимум 7 лет, смотря какой у нас будет бизнес-модель. Я посчитал разные бизнес-модели. Оптимистичную, пессимистичную и реалистичную. То есть это от 5 до 7 лет человек вернет деньги, которые вложил. И следующие 23 года у него останется для того, чтобы а, либо получать пассивный доход, либо б, продать по цене, возможно, и дороже, чем то, что он вложил. Если говорить про цифры, это около 17% годовых. То есть это от 12 до 20% годовых. Человек получит в долларе при инвестиции в виллы. Но здесь вопрос инвестиции, если ты арендуешь виллу на длительный период времени, или же если ты строишь виллу? Это я тебе говорю за стройку. Когда мы берем землю на 30 лет, на 29,5, скажем так, и мы ее строим за год, а дальше начинаем в менеджменте ей управлять и возвращать деньги, которые вложил инвестор. То есть, соответственно, за 5-7 лет он вернет. То есть 29 минус, скажем так, 5, получится 24 год на столько, 23. То есть человека 23 года останется. Окей. А по какой модели вы работаете с инвесторами? То есть на чем вы зарабатываете? На сейчас, так как строительная компания довольно молодая, мы до этого достраивали виллы. То есть сделали из двухкомнатной четырехкомнатной. Это первый был опыт. Второе, мы сейчас достраиваем, вот уже в следующем месяце у нас будут готовы две однокомнатные виллы с видом на океан, очень красивые, уникальные. И этот комплекс из 7, как я сказал, тире 9-10 вилл, это следующий проект. То есть у нас нет большого багажа построенных вилл. Поэтому комиссия на строительстве у меня заложена очень маленькая. Но идея в том, что мы будем зарабатывать на менеджменте. То есть в договоре будет прописано, что моя компания имеет право заниматься менеджментом. Если говорить о менеджменте, то какие там цифры? Разные цифры мы берем от 20 до 30 процентов. Смотря какой объект, смотря какая сложность, от 20 до 30 процентов это наш менеджмент. Но вот те цифры, о которых я говорил, окупаемость 5 лет и там 17 процентов годовых, это учтено уже управляющей компанией. Заработок управляющей компании, затраты на виллы, все это учтено уже. Вот кто-то, возможно, сейчас слушает подкаст. И, честно говоря, я вот поделюсь своей историей. Там более года назад, когда я прилетел на Бали в прошлом году, у меня даже в мыслях не было вот такой идеи, что можно прилететь куда-то на остров, который находится в средине Индийского океана. Потому что для меня это казалось, ну, где-то вообще далеко и непонятно. Это реально далеко. Это реально далеко. Но то, насколько здесь активно все развивается и насколько здесь высокая культура и действительно классные виллы и довольно высокий уровень сервиса для острова и очень в целом так все прогрессивно двигается. Сама идея, чтобы инвестировать здесь в недвижимость, взять виллу на какой-то длительный срок или же построить виллу для себя, раньше у меня ее не было. Но когда я оказался здесь, я понял, насколько это круто. И, возможно, кто-то сейчас слушает наш подкаст и у него тоже появилась такая идея. Да, наверное, это круто. Потому что, как минимум, это нестандартно. Когда ты говоришь, у меня своя вилла на Бали, ну, у меня своя вилла на Бали. Это что-то, опять же, на уровне мечты. Когда ты вначале говорил про визуализацию, что ты хочешь что-то иметь, так вот, почему бы не иметь свою виллу на Бали? Но это еще классный бизнес, инвестиции. Естественно. То есть мы рассматриваем это именно с точки зрения инвестиций. Какой вообще план действий? То есть, хочу свою виллу на Бали. Что мне для этого надо? Написать мне. Это очень просто. Но какой в целом процесс? Человеку нужно ознакомиться, конечно же, с бизнес-планом. Ознакомиться с договором. Договором, да. То есть он у нас тоже довольно хорошо с юристами проработан. И проработан так, чтобы инвестор был максимально защищен. И дальше у нас подписание и трансферы денег. Плюс не нужно всю сумму сразу высылать. Мы принимаем по частям. Она разбита на пять долей. То есть люди будут понимать, что они сейчас заплатили, они получили землю. Соответственно, самое главное, это иметь землю. То есть мы сейчас арендовали землю на имя компании. И дальше мы ее будем разбивать на участки и передавать каждому инвестору. И это самое главное. Второй договор – это подряд. То, что мы обязуемся построить, получить лицензии и выполнить в стандартах, как это сделало в наших рендерах. И третий договор – это же первый. Это генеральный, где мы описываем все вот эти условия, следующие действия про менеджмент и так далее, сроки выполнения и переводов денег. И вот такой вопрос, когда мы вначале с тобой общались о различных типах компаний и для того, чтобы здесь работать и получать доход, тебе нужен КИТОС. Как это работает в данном случае? То есть если ты это инвестируешь, ты же получаешь доход? Инвестору не нужно открывать ни компанию, ни КИТОС, ничего. Он может быть просто физиком и, используя свой паспорт, стать владельцем данной виллы. И более того, это доступно для нерезидентов. Конечно. Конечно, сто процентов. Ну, звучит на самом деле очень все просто. Просто интересно и довольно вкусно. Ну, так и есть просто. Смотри, это развивающийся рынок, это развивающаяся страна. Она находится в стратегическом правильном месте. Тут есть денежноспособные туристы. Это австралийцы, это китайцы, это корейцы, это сингапурцы, это европейцы. И самое интересное, когда мы говорим про русских, они сейчас там на девятом, на десятом месте. Я думаю, что мы сейчас подвинем всех остальных, потому что на Бали, на сегодня, на карантине, мне кажется, остались только русскоговорящие люди. Но среди русских тут находится, по моему мнению, прям вот топовая аудитория, топовая публика. Потому что Бали, он далеко. И сюда приезжают, здесь очень много интересных блогеров, интересных людей. И я называю этот остров, остров без масок. То есть тут не любят понты, тут никто не катается на Феррари, Порше и так далее. Тут никто не одевается в Дольче Габбана или там какие-нибудь Гуччи. Тут все катаются плюс-минус на одних и тех же байках, ходят в шортах и в майке. Нет никаких фейс-контролев, поэтому ты можешь познакомиться с очень известным, интересным человеком, с которым бы ты в России, в Украине даже не смог бы договориться на встречу. Тут ты с ним можешь спокойно пообщаться. Позавтракать. Ты даже недавно с миллиардером случайно пересекся, пообщался, позавтракал и окей. Да, была интересная история. То, что на Бали интересные люди, это факт. Учитывая, что ты здесь живешь более пяти лет, расскажи, как вообще ты поменялся, если ты заметил в себе какие-то изменения или как остров поменял тебя? Я бы даже так спросил. Как остров поменял меня? Я скажу честно, я Бали очень люблю и с каждым годом все больше и больше. И я понимаю, что мне нравится такой формат жизни. Его назвать можно деревенским, но в то же время ты можешь, ну, я могу делать все то же самое, что я делал в Киеве. То есть, я хожу в тренажерку, при том, я живу на красивой вилле с бассейном, с хорошей погодой, общаясь с интересными людьми. Как он меня поменял? Ну, мне кажется, он сделал меня более спокойным, уравновешенным. Для меня на Бали мои мечты сбываются. Для меня на Бали все становится более простым, более настоящим. То есть, то, что мы только что говорили, что здесь нет понтов, здесь тебе не хочется казаться, ты, здесь ценят искренность, здесь ценят тебя таким, какой ты есть. И, ну, это главное. Конечно, тут есть, знаешь, такие вот и минусы небольшие. У меня есть друзья, например, вот есть хороший друг Женя Назаров. Мы с ним сдружились, разобщались. И потом он раз и уехал. Уехал на два года. То есть, конечно же, ну, есть такое чувство потери, да, то есть, ты с кем-то подружился, он уехал, он, конечно, сейчас вернулся. Все в порядке. Но я говорю к тому, что, так как это туристический остров, я тут живу, я уже привык к тому, что есть, люди приезжают и уезжают. То есть, уже легче отношусь к таким каким-то переменам, да, то есть, сейчас мы тут формируем очень крутое комьюнити и стараемся сделать так круто остров Бали, чтобы сюда никто не уезжал, а только приезжал. И это уже, уже происходит прямо сейчас. Очень много интересных людей на этом острове, которые хотят тут жить. И я этому очень радуюсь. И я дам подтверждение, потому что раньше для меня было какой-то такой дикостью, да, переехать на остров и что ты будешь делать где-то на острове. То есть, мне казалось, что это нереальная жизнь, это такая попытка убежать от самого себя, потому что реальная жизнь это где-то в городе, стандартная атмосфера и стандартный вот контекст, в котором мы выросли, к которому мы привыкли. А куда-то уехать на остров, ну, это что-то такое. На какой-то период времени да, сбежать. Но от себя ты ведь не убежишь. И когда ты здесь живешь в комфорте, и самое интересное, это что тот лайфстайл, который ты можешь себе здесь делать, классная вилла, к тебе могут приезжать, готовить, уборка, массажи, свежая еда, фрукты. То есть, ты можешь просто организовать себе все. И самое интересное, это что у меня большое количество знакомых, которые переезжают сюда с детьми. Здесь дети ходят в школы, англоязычные школы. Причем, самое интересное, что там ребенок, которому 8-9 лет, он ходит в школу, и он там не изучает какую-то математику, он там изучает медитацию, или он там взаимодействует с природой. Невероятные школы. Мне вот друг показал школу, они там поют, танцуют, при том и учатся еще. Это я вспоминаю свою школу, коробка, строгую учительницу, то есть, насколько другие дети вырастут. И самое интересное, это атмосфера безопасности, которая здесь есть. Смотри, город, он тоже классный. Я прилетаю в Россию, в том числе, в Европу. То есть, мне тоже иногда не хватает музеев, театров и так далее. Но я просто для себя понял, что большую часть года мне нравится проводить на Бали. Хороший свежий воздух, океан, фрукты, сервис, вилла, хорошая атмосфера, люди более добрые. То есть, тут-то как из-за того, что жарко на острове, люди сами по себе не хотят напрягаться. Они более открыты, более добрые. То есть, мне эта атмосфера больше нравится. Но, конечно, какое-то время надо возвращаться в город, чтобы, как ты сказал, тут есть хорошая поговорка. Это не я сказал, это фраза знаменитого американского писателя Курт Вонекут. Он сказал, что нужно пожить немного в большом мегаполисе, но покинуть его, прежде чем он сделает тебя слишком твердым. И пожить на каком-нибудь терапическом острове, например, Бали. Но покинуть его, прежде чем он тебя сделает слишком мягким. Поделись каким-то своим инсайтом, который у тебя есть, инсайтом, который, возможно, ты недавно получил или каким-то своим таким принципом, которым ты руководствуешься по жизни. Что-то не связанное с бизнесом, а что-то связанное с глубинным пониманием жизни. Хорошо. Я на самом деле каждый день читаю установки. Их кто-то называет еще аффирмацией. И они очень работают. То есть я рекомендую людям, кто нас слушает, представить свое великолепное будущее и сделать определенные установки, которые они будут каждый день читать и программировать свой мозг на позитив, на успех, на радость, на счастье. Мои установки, которые я каждый день повторяю, я скажу несколько. Первое и самое фундаментальное – это «позволь себе иметь». Позволь себе иметь. Она очень просто звучит, но на самом деле мы ставим огромное количество барьеров и почему мы чего-то недостойны, чего-то мы не можем получить. То есть это надо убирать, над этим нужно работать, нужно задать себе вопрос, почему, ну, то есть надо позволить себе и сказать, что я этого достоин. Когда ты мозгом в это поверишь, все будет складываться так, как ты хочешь. Вторая фраза, которую я использую – «не ожидай, не будешь изочарован». То есть все, что я делаю, я делаю от сердца, я делаю с теми людьми, кто мне нравится, но без каких-либо ожиданий. То есть я всегда готов к… Смотри, я знаю, как я достигну, я знаю, что я достигну своей цели. То есть я рекомендую нашим слушателям и зрителям, чтобы они нарисовали свое великолепное будущее и поверили в то, что они этого достойны и они это реализуют. Но как они это достигнут? Каким способом? С какими людьми? Мы этого не знаем. Поэтому не нужно ожидать. Вот, знаешь, как… Ну, мне нравится эта поговорка, я часто повторяю. Вот представь, вы попали в Токио, в незнакомый для вас, например, город, в Японии, все говорят по-японски, вы даже не знаете английский, и вам нужно попасть на улицу Шибуи, например, на некую улицу Шибуи. У вас нету ничего с собой, вы просто в рубашке и шортах. Вот как ты думаешь, ты бы смог попасть на эту улицу Шибуи или нет? У тебя нету ни денег, ничего, просто, ну ты, вот какой есть, ты бы смог бы с незнакомого района попасть на улицу Шибуи, как ты думаешь, или нет? Я думаю, я бы смог бы. Смог бы, сто процентов. То есть ты не знаешь как. Ты бы, может быть, нашел бы, словил бы такси, может быть, петлял бы очень долго, кто-то тебе подсказал бы, может, ну, то есть каким-то бы способом у тебя бы не было в голове даже мысли о том, что ты туда не дойдешь. Правильно? У тебя бы даже не было мысли, ну, как это? Ну, по-любому я туда дойду. Также и людям важно поверить в то, что они могут чего-то достичь и действовать без ожидания. То есть делать то, что они могут по максимуму. Если не получится, ничего страшного. То есть вот эта фраза, ее нужно прожевать, ее нужно понимать, ее нужно разбирать. То есть я после того, как пишу, просматриваю утром установки, вечером я пишу анализ дня и в голове продумываю, действовал ли я относительно этой установки или я делал что-то совершенно по-другому. То есть это очень важно, без ожиданий. Отрабатывать статистику, знаешь, то есть действовать и с каждым разом становиться все лучше и лучше. Цели должны быть из бетона, а планы из песка. Потому что всегда какие-то обстоятельства могут меняться, но если у тебя есть видение, куда ты хочешь прийти, я думаю, ты в любом случае туда придешь. У многих людей этого видения нет, его нужно формировать, нужно, я много могу сказать про окружение и так далее, но тем не менее иметь цели, в них верить, позволять себе иметь и действовать без ожиданий, это вот то, что я хочу порекомендовать твоим слушателям, чтобы у них все получилось так, как они задумали и обязательно, чтобы купили виллу у Алекс Виллеса. И прилетели на Бали, да? Окей, Алекс, благодарю тебя за разговор. Я думаю, что на этой красивой ноте, на этой позитивной ноте, для тех, у кого есть вопросы, скажи, пожалуйста, как можно тебя найти? Инстаграм, Алекс Штефан, пускай добавляется, пишут, можно найти меня и в Фейсбуке, в принципе, я открыт, на связи, это проще всего. Окей, мы тогда опубликуем ссылочки в описании подкаста, и кто-то может просто подписаться на тебя, чтобы посмотреть то, насколько, как вообще жизнь на Бали выглядит изнутри, возможно, кто-то захочет через Инстаграм. Благодарю тебя, что ты пригласил и подготовил такую интересную тему для обсуждения. Мне очень приятно. Спасибо большое. Супер. Друзья, на этом все. Благодарю вас за прослушивание подкаста Travel MBA. Обязательно подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды подкаста. подписывайтесь на iTunes, на Spotify, на SoundCloud и до встречи в новых выпусках. С вами был Алекс Штефан и Денис Довгаль. Е. У-е. Е-е. Е-е, бой, тёлочки, заходим. Субтитры создавал DimaTorzok